Продолжение следует... Прекрасный момент, самое начало футбольного матча, надежды на положительный исход одинаково для обеих команд. Никто не знает, чем все закончится, все покажет 90 минут, которые вот-вот начнутся. Факел выступает сегодня в классических для себя и привычных для нас с вами белых футболках, синих трусах. Команда, которая приехала к нам из города Белгород, салют! Красные футболки, я бы даже сказал, они такого бордового цвета и черные трусы. Команды расходятся по полю и капитаны команд определяют, кто начнет матч с мячом, кто начнет матч на тех воротах, на которых им больше нравится и происходит смена половин. Но это тоже, наверное, важный момент, потому что сейчас над стадионом гуляет ветер. Я не скажу, что он в какую-то определенную сторону, каким-то воротам направлен, но я думаю, что и этот момент также учитывают руководители и сами игроки. Меня зовут Владислав Будянский и давайте познакомим вас с теми игроками, которые начинают этот матч в основном в составе одной и другой команды. Начнем с наших гостей команды «Салют! Белгород». В воротах Артем Цегулев, номер один, центр защиты. Артем Семейкин, 28-й, Владимир Мастеров, номер 21-й. Справа в защите Кирилл Басов, слева Андрей Ивантеев, 24-й. В полузащите Владислав Корнеев, 10-й, Евгений Худобко, 9-й, номер Станислав Манаев, 27-й. Кирилл Бурыкин, номер 7-й. Капитан команды Денис Дегтев, 22-й. И рядом с ним в нападении Денис Грибанов, номер 17-й. Стартовый свисток. Ямлиханов запускает «Факел» в первую атаку. И эта атака добирается до углового флажка. И будет первый аут в этом матче. Команда «Факел» Воронеж, молодежный состав. И сегодня сочетание, как и в предыдущем матче, изменений не претерпело. А если конкретно, то в воротах Вячеслава Федоровских, номер 35-й. В защите Илья Мамкин, 61-й. Павел Бабенков, номер 33-й. Рядом с ним Андрей Крюков, номер 18-й. Кирилл Елагин, 29-й. В полузащите Роберт Ямлиханов, 26-й. Капитан команды Илья Широких, 32-й. Дмитрий Калугин, 70-й. Роман Пухов, 17-й. Дмитрий Неплюев, номер 5-й. И на стрии атаки Иван Перцев, номер 27-й. Первую главу в этом матче наблюдаем за тем, что приготовил Салют своим соперникам в отношении стандартных положений. Пока ничего опасного, но вторая волна этой атаки приводит к очень опасному удару. И вполне Даровских мог сейчас развести руки в сторону и сказать, ну а что вы хотели. Этот удар оказался неберущимся. Сергей Владиславович Сопнев, главный тренер факела. Валерий Есипов, главный тренер наших гостей. Белгородский Салют. И Валерий Есипов, я думаю, хорошо знаком всем любителям футбола. Легенда, в принципе, российского чемпионата и волгоградского ротора в частности. Но вот теперь пробует себя Валерий Есипов в качестве тренера. Причем эти попытки уже не первым годом датируются. Но вот с разным успехом Валерий Есипов выступает в командах. И были в его тренерской карьере уже случаи, когда удавалось выводить команды из 2-го дивизиона ФНЛ. В этом году такой трюк провернуть с Белгородским Салютом не получится. Потому что хоть команда и находится на 5-м месте 51 очко, достать Липецкий Металлург не выйдет. Да и при всем при том, сам Салют, документы на лицензирование ФНЛ в этом сезоне не подавал. Факел в атаке на Перцеву передачу. И эта передача из аута не совсем точная. Оказалась еще одна попытка. Ну и в итоге Цегулев очень спокойно забирает мяч. И начинает атаку своей команды. Длинным забросом Мамкину повнимательнее нужно со своим оппонентом сыграть. Мамкин возвращается в зону и контролирует ее. Но продолжает владение мячом Салют. И в итоге та передача, которая должна была стать обостряющей, стала неточной. Пухов. Сложновато обрабатывать этот пас. Поэтому ошибка и опасную игру. Зафиксировал арбитр. Игорь Копленков. Главный сегодня судья матч. Помогает ему Максим Богдановичу. Также из Москвы. И Кирилл Червоткин. Город Санкт-Петербург. Прошлые матчи для обеих команд оказались одинаково результативны. Если Факел сыграл в ничью 3-3 со знаменем, то очень уверенно разобрался Салют со своими соперниками из Калуги. Также забив три, но пропустив всего лишь однажды. И главное действующее лицо последних матчей в составе гостей сегодняшней игры – это Денис Грибанов, нападающий, который признан лучшим молодым игроком этого месяца в ПФЛ. Денис Грибанов не только забивает, но и еще раздает голевые передачи. Давайте повнимательнее понаблюдаем за тем, как будет сегодня 17-й номер команды из Белгорода действовать. Разыгрывает Салют штрафной удар. Центральные защитники пытаются сразу найти вариант, который приведет к тому, что атака станет как минимум перспективной. И вот пас на Грибанова оказывается неточным. Вячеслав Даровских. Вячеслав Даровских. 35-й номер на спине. Первый номер в команде, как кажется, безоговорочно в этом сезоне. Да, была определенная череда игр, где Данил Ермаков занимал место в воротах, но это была процедура для того, организованная, чтобы Данил набрал форму для основной команды. А вот что касается игры непосредственно молодежного состава, то выигрывает конкуренция Вячеслава Даровских у Дениса Дрожина. И несмотря на все нюансы, такие как поражение со счетом 8-0, такое тоже в этом сезоне было. Вячеслав продолжает уверенно занимать место в воротах и, в принципе, вопросов к нему по игре особых быть не может. Даровских не спешит с решением по тому, как же в итоге игру возобновить, потому что мяч в руках голкиперы. И это всегда небольшая пауза, но в итоге к Мамкину мяч переходит после неточных действий игроков салюта. Нарушение правил Емельханов. В прошлой игре против знамени Роберт отличился. Это гол был третьим в составе, в той игре в составе факела. Третьим отличился Роберт и очень немного не хватило команде для того, чтобы в итоге увести также три очка. С этого гостевого матча. Но получилось так, как получилось. Последний гол, который пропустил факел. Череда ошибок. Довольно такая стандартная ситуация была. Пас головой на 30 метров привел к тому, что Роман Павлюченко, тот самый, который когда-то в 2008-м оттянул сборную России к бронзе, забил ворота Вячеслава Дравских. Неточная передача на фланг и снова аут будет вводить Илья Мамкин. Калугин предлагает вариант с ним при этом ауте, но в итоге на Перцеву следует передача. Сложновато было Перцеву. В принципе, там за мяч зацепится, потому что Мастеров и Семейкин очень надежные центральные защитники. Не сказать бы, что прям по 2 метра ростом, но такие коренастые, крепкие. И для того, чтобы иметь преимущество над ними, неплохо было бы свободную зону находить. Один в один будет сложновато. Центр обороны белгородцев пройти. Теперь с левого фланга аут. Этот аут введен и сразу в атаку отправляется факел. Угловой удар намечается. Будет ли он? Будет, уважаемые зрители. Этот угловой удар станет первым для факела в этом матче. Возвращаясь опять к прошлой игре. Два мяча факел забил после стандартных положений. Один из них был отправлен Иваном Перцевым как раз после подачи. Там был штрафной, здесь угловой. Но я думаю, принципиальная разница небольшая. Поэтому внимание к действиям Дмитрия Калугина. В первую очередь от его подачи будет зависеть многое. Бабенков в штрафной площади есть Емлиханов, есть тот же самый Перцев. Подача, борьба и скидка. И еще один вариант с пробитием поворотом. Но не точно получилось. По крайней мере, это подход. Это опасная ситуация. Выпал из состава факела Артем Сафронов. После удаления в матче с Сатурном пропустил он одну игру из-за дисквалификации. Но настолько уверенно Илья Широких себя проявил в центре поля, что решил Сергей Владиславович Собнев оставить вот это сочетание в центре поля и Емлиханов-Широких. А Крюков, соответственно, переместился в пару с Бабенковым. И Сафронову теперь необходимо доказывать все сначала главному тренеру в своем право на то, чтобы выходить в стартовом составе. Белгород широко атакует. С левого фланга попробовали, не получилось. Справа тоже не получается. И Вячеслав Доровских будет мяч разыгрывать из собственной штрафной. Будет это розыгрыш или удар, узнаем буквально через несколько секунд. По-прежнему факел находится на заключительном месте в турнирной таблице. Но это не особо-то важно. Я думаю, что с точки зрения психологии хотелось бы, по крайней мере, на 15-е переместиться. А с точки зрения турнирных задач, которые перед командой ставятся, так как их нету ровным счетом никаких, абсолютно неважно, какое место ты по итогу занимаешь. Но, опять же, это зеркало той игры, которую ты показываешь. Если ты играешь прекрасно и в каждом матче забиваешь по 10 голов, 16-е место будет не твоим. Это 100%. Хорошая передача на Грибанова. Грибанов против Бабенкова. Грибанов один в один обыграть может, но помогает партнер в этой ситуации Бабенкову. И второе. Дыхание у атаки белгородцев, Ямлиханов в отборе. Неплохо. Главное, без грубостей. Грубости никаких нет. Есть качественный отбор мяча и есть попытка найти перцевой этой передачи. Попытка неудачная. Елагин. Елагин ошибается. И в итоге все заканчивается, слава богу, только аутом в пользу гостей. Аут. В штрафной будет мяч забрасываться. Это видно по разбегу, это видно по траектории мяча, и это видно по Бабенкову, который в итоге оказывается тем футболистом, на голову которого мяч приземляется. Неплюев помнит о том, как играть в защите, хоть он сейчас и перемещен туда, ближе к атакующим линиям команды, но если необходимо, при обороне собственных ворот, эти навыки у него уже никуда не денутся. Еще один аут, теперь с противоположного фланга, но история с тем, как он будет разыгран, повторяется. Мастеров туда очень далеко, буквально во вратарскую, и толкотня! В этой вратарской мяч выскакивает. И будет повтор ситуации снова мастеров. Вернет мяч для борьбы в штрафной площади. 21-й. Очень качественный вброс мяча, и на подборе Белгород выше ворот. Корнеев пробивал. Он выполняет роль опорного полузащитника, поэтому ничего странного в том, что именно он оказался тем футболистом, который первым после того, как мяч был выбит из штрафной, его увидел и по нему ударил. Нет, это классика футбола. Доровских. 13 минут с начала матча. Доровских не спешит. Грибанов ошибается в обработке. Кулагин налево. Елагин. Калудин, конечно, прошу прощения, уважаемые друзья. Оговорка по Фрейду, что называется. Калудин продлил контракт с Фатилом. В следующем сезоне продолжат выступление как минимум за молодежный состав, а как максимум посмотрим. Ошибка в обороне. Белгородцев не плюет, штрафную подает. Борьба не получилась. И Белгород довольно спокойно мяч выбивает. Нарушение правил. Разыграли. Мяч контролирует, салют в центре поля. Ну и сложновато. Прихватывают сразу и не дают возможности действовать точно в этой ситуации игроки Факела. Хороший заброс на Пухова. Пухов бежать может. Силы есть. Пухов один в один. Ждет партнера. Не плюев к этому мячу. Готов. И в итоге вся эта подготовка заканчивается положением вне игры. Но сама ситуация была интересной в плане развития атаки. Очень правильно разыгрывали этот мяч Пухов с Неплюевым. Немного точности не хватило именно в перемещениях. Снова салют. Теперь длинная передача. Снова Грибанов на эту передачу откликается. Но отклик не 100%. Потому что Крюков рядом. И Крюков играет первым по этому мячу. Грибанов вряд ли будет самый за боковой вводить. Тем более, что из этого положения у салюта есть уже заготовочка. Та, которую мы видели в предыдущей атаке. Два раза они забрасывали в штрафную. Теперь решили на коротке разыграть. Мяч на правом фланге. Корнеев делает ширину этой атаки. Перемещается для того, чтобы на него сделали передачу. В итоге передача идет в штрафную. Емлиханов снова запускает. Пухова. Пухов классно открывается вот в эту правую зону инсайда. Один в один против Корнеева не получилось. И Корнеев с Мастеровым играет спокойно. Здесь нету никаких вещей, которые могли бы в неудобное положение поставить центрального защитника. Хорошее открывание между линиями. Демонстрирует сейчас Ивантеев на Корнееву передачу. Корнеев на дальнюю бровку долетает этот пас. И борьба разворачивается за этот мяч. Факел из этой борьбы выходит с футбольным снарядом на Перцева. Заброс Перцев. Опять же все делал правильно, но не было Пухова поблизости для того, чтобы подхватить эту передачу и в итоге убежать на свободное пространство. Потихоньку вырисовывается картина матча, которая включает в себя в первую очередь владение мяча именно салютом. Больше они разыгрывают. Факел пытается через Пухова и Перцева быстрые атаки свои начинать развивать и сразу доводить их до штрафной площади. В этом отношении салют абсолютно не спешит, не торопится, играет более академично. Перцев в борьбе. Перцев из борьбы выходит, как казалось, победительным, но мяч достается сопернику. Бурыкин оставляет его партнера снова на Грибанова. Грибанов на все мячи готов откликнуться, но не все мячи ему достается. Дегтев помогает Грибанову. Пухов на Перцева. Мастеров, Корнеев. Но не сказать, что идеально играет салют в пас. И ошибки, они видны невооруженным глазом. И ошибки в довольно простых ситуациях. Без давления сейчас Корнеев ошибся в этом пасе. И в итоге через Даровских сразу на Пухова мяч доставляется игроками факела. Грибанов просто человек, который готов двигаться всегда и готов зарабатывать нарушения. Желтые карточки для соперников. Первую желтую перед собой видит Иван Перцев, который вернулся помочь. и оказался тем футболистом, который правила нарушил. Нет, это не Перцев был. Но разберемся. Корнеев. Корнеев хорошую передачу в штрафную площадь. Открывание на эту передачу также последовало, но не хватило буквально метра для того, чтобы замкнуть этот кросс. Даровских. И снова не спешит абсолютно никуда Вячеслав Даровских. Вряд ли установка играть на ничью по нулям в этом матче. Возможно, ждет открывание или какого-то перемещения от своих партнеров Даровских. Абсолютно ничего не ждал Денис Грибанов. Как следствие ошибся в простой ситуации. Заработал на нарушение. И тут же мяч вернул хозяевам. 20-я минута. 0-0. Опасных моментов нет. Ударов по воротам нет. И матч классический по нулям. Без всяких возможных вариантов на то, что здесь счет бы мог быть другим к 20-й минуте. Все закономерно. Денис Грибанов, о котором мы сегодня уже говорили в первом круге факел дважды огорчил. И является одним из самых опасных в принципе в составе гостей. И для факела в частности. Если быть до конца точным, то три мяча забил Денис Грибанов. Со счетом 3-0 закончилась игра широких в центре поля. Мяч подхватывает. Факел и продолжает двигаться к штрафной площади. Не получается его сохранить. Но Бобенков на месте. Мамкин. Аут в пользу факела. Мне кажется, очень авантюрную придумал историю сейчас Мамкин с вводом мяча на Перцеву, потому что уже по движению Перцеву было видно, что он борьбу эту проигрывает Семейкину. И в итоге даже не получилось обозначить себя в этой ситуации 27-м номеру факела. Еще одна желтая карточка. Еще одна желтая карточка в составе факела. На дальней от нас бровки нарушает правила Елагин по тому, что можно предположить. И довольно грубо он обошелся с соперником в этой ситуации. Вряд ли сам момент требовал этой грубости, потому что очень далеко от ворот не было никакого шанса прорваться на свободное пространство. И такая карточка называется необязательно. В итоге два фола уже, которые отмечены Игорем Копленковым желтыми. Свободное пространство в центре есть, есть открывание. Снова Грибанов бьет поворотом Грибанов, худобка вне игры. Половина первого тайма минут через 22 секунды по-прежнему классическая для сегодняшнего матча ситуация, при которой Даровских вводит мяч из собственной штрафной. Прошлая игра оказалась очень эмоциональной для футболистов Факела и было сожаление по поводу итогового результата, хотя дважды по ходу игры молодежь Факела отыгрывалась, то есть 1-0 проигрывали, проигрывали 2-1, сумели сравнять, сумели в центре поля лежит футболист Факела, но Ямлиханов не обращает на это внимания, потому что есть возможность атаку развить на Пухово передачи, Пухов перед штрафной, Пухов внутри штрафной, Калугин, прострел, опасно! И аут в пользу Факела. Но и необходимо пригласить медицинский персонал для того, чтобы Бабенков пришел в чувство болевое ощущение Павел испытывает, иначе бы на газон не прикладывался в этой ситуации 33-й номер Факела. Увидел, что атака продолжается, Павел нашел в себе силы подняться, включиться в игру, но потом, после того, как мяч уже из атаки был переведен в аут, понимал Павел, что необходимо все-таки помощь медицинского персонала для того, чтобы в полной мере, в полной, в полную силу продолжать сегодняшний матч. На скамейке есть Сафронов, и сразу же готовится эта замена. Видимо, Бабенков показывает тренерскому штабу, что не готов продолжать игру, но давайте понаблюдаем, есть у нас еще минута для того, чтобы определиться с тем, будет замена или нет. судя по всему, будет. Аплодисменты 33-му номеру факела Павел Бабенков за мужество и отвагу и за те 24 минуты, которые на поле он провел. Я думаю, вариантов немного у Собнева и именно Сафронов появится на поле. Неприятная ситуация, любая травма, неприятна, когда она происходит в первом тайме неприятна вдвойне, потому что это в большей степени меняет план на игру, меняет тот уклад и то ощущение футболистов, которые на протяжении 24 с половиной они уже для себя выработали. Да и Сафронову придется привыкать к тому темпу, к сопернику и ко всему тому, что происходит на газоне прямо сейчас. Аут. Замена будет произведена именно сейчас. Бабенков поле покидает 33-й, уходит, 37-й появляется и в этом мы с вами оказались правы. Именно 37-й номер Артем Сафронов занимает место травмированного Павла Бабенкова. Аут. Мамкин вводит не хуже, чем делали это представители Белгорода Неплюев на левом фланге Неплюев. Штрафную возвращает. Калугин готов мяч принимать. Не получается. Есть футболисты салюты, есть опять Грибанов. Он и у своей, и у чужой. Но ошибается Грибанов. Калугин угловой удар не заработал. Будет исполняться свободный отворот. Цегулев. Цегулев с Семейкиным разыграли. Семейкин с Мастеровым. И бас на фланг. Грибанов очень далеко от своей штатной позиции мяч принимает, разгоняет атаку такого глубинного плеймекера. Сейчас сыграл 17-й номер салюта. Но в передаче ошибся. Ошибся факел в обработке этого мяча Семейкин. Заброс туда, ближе к штрафной площади, к угловому флажку Дегтев. Дегтев мяч сохраняет. Дегтев на Корнеевой передачу выдает. Корнеев. Но я абсолютно согласен с Валерием Езиповым в этой ситуации. Спрашивает он у Корнеева кому передача. И ответа на этот вопрос найти невозможно. потому что на расстоянии в радиусе метров 10 не было ни одного игрока салюта. Почему и как и чем руководствовался Корнеев выполняя именно в ту зону. этот пас понять сложно. Владислав Корнеев в 10 номер. На этой неделе день рождения у коллеги Вячеслава Даровских Дениса Дрожина. С чем мы поздравляем Дениса. Начинал он сезон как основной воротарь. Даровских выиграл у него конкуренцию во второе половине. но несмотря на это очень теплые отношения рабочие в первую очередь между двумя голкиперами и с Денисом мы пообщались буквально неделю может другую назад. Расспрашивал я у него о том как команда вообще себя чувствует в первом сезоне в ПФЛ если говорить о том каким мнением со мной поделился Денис то Денис говорит что сложновато сложновато футболистам сразу включиться в этот футбол в профессиональную футбольную лигу в эти требования в уровень соперников потому что многие из ребят которые выступают сейчас факели не играли даже на уровне КФК а тут сразу вторая лига да и по-разному команды комплектуются на этот турнир есть команды которые например как салют комплектуются из воспитанников Белгорода есть такие команды как знамя в составе которых выступают футболисты много хорошо и с титулами поигравшими на самом высоком уровне такие как Павлюченко Шишуков Самедов начинал там же Шишкин эти фамилии известны любому зрителю российского футбола поэтому парням сложно но в любом случае команда мне кажется адаптируется к этим требованиям к соперникам да и в принципе к профессиональной футбольной лиге и вторая половина сезона проходит более качественно в первую очередь по тому содержанию футбола которое показывает факел Пухов пас на широких Ямлиханов Ямлиханов сохраняет мяч Корнеев его прессингует Ямлиханов продолжает контролировать его и снова Ямлиханов авторитет Роберта в команде неоспорим хорошая передача между центральными защитниками Ямлиханов зарабатывает нарушение правил и минута имени Ямлиханов вашему вниманию уважаемые друзья ну и заканчивая тему с Дрожжином еще спросил я его по поводу того злополучного матча в котором Даровских пропустил 8 голов и как вообще сам Вячеслав и команда отреагировала на эту ситуацию Денис сказал что Вячеслава подбодрил и я считаю что это абсолютно здоровая и правильная атмосфера в команде подбодрил сказал что Вячеслав так же как и Денис еще очень молодой вратарь такие матчи могут случаться ничего все переживем все перетерпим и станем еще сильнее так оно на деле получается после той игры Даровских в своем классе в своем умении защищать ворота сомнений не вызывает попытка в штрафную площадь отправить мяч Даровских опять же все контролирует и будет вводить его от собственных ворот Дениса Дрожжина с днем рождения 18 лет все впереди 18 лет жизнь только начинается футбольная карьера также только в самом своем начале поэтому еще много-много лет успешной карьеры желаем Денису Дрожжину 32-я минута 0-0 Емельханов скидывает мяч на партнера сложновато бороться салют эту борьбу выигрывает нету свистка есть футбол есть продолжение игры есть передача на Пухова Пухов верит в собственное ускорение это ускорение применяет в данный момент но и защитники Белгорода надежно Грибанов Грибанов вездесущ Грибанов убирает Мамкина Грибанов отличную передачу на правый фланг выполняет мяч штрафной прострел но и в полете в итоге выходит за пределы поля футбольный снаряд поэтому Даровских в очередной раз сегодня наверное раз в 20-й будет разыгрывать свободный от собственных ворот Денис Грибанов уроженец между прочим города Воронежа но никогда он футболку факела не примерял на себя сейчас огромный интерес к Денису со стороны команды как футбольной национальной лиги так и есть определенные запросы со стороны премьер-лиги но знаете это всегда очень сложный процесс перехода с профессиональной футбольной лиги даже в НЛ даже в НЛ не говоря уже о высшем дивизионе нашего чемпионата поэтому пожелаем Денису развития в первую очередь но и возможно мы увидим в следующем году его в другой команде пока мы видим как салют на левом фланге атаку свою развивает первая попытка штрафную подать вторая на более успешную Даровских Дегтев поворотом пробивал Даровских мяч собирает в центре передачи неточная Корнеев играет хорошо на худобка эта стеночка проходит но во-первых Сафронов все контролировал а во-вторых Даровских был рядом и на выходе сыграл мяч забрал не получается снова уже дважды подряд факелу в центре поля зацепиться за этот вынос Даровских благо что аут в пользу воронежцев и Мамкин будет вводить аут из-за боковой немного вариантов Пухов не смог переграть своего соперника Бас на Корнеева Корнеев продолжает на правый фланг Басов Басов еще дальше на партнера факел перестраивается для того чтобы зоны перекрыть Корнеев Корнеев один из самых главных распасовщиков команды тот футболист через которого все начинается все продолжается в этой игре снова офсайд фиксирует помощник главного арбитра но отмечаем по первому получасу плюс 5 минут которые прошли основных действующих лиц в составе гостей это в первую очередь Корнеев и Грибанов два футболиста которые берут на себя основную работу с мячом через них атаки начинаются Грибанов может как опуститься для приема мяча так и в передней линии его принимать для того чтобы потом найти своего партнера по атаке Дегтева Корнеев же играет классического глубинного плеймейкера и через него основные атаки Белгорода начинаются пока не особо опасные а вот теперь заброс штрафную белгородцев Пецов принимает мяч скидывает на партнера это Неплюев Неплюев Ямлиханов рядом Неплюев штрафную Грузия хороший Пухов Пухов хороший а вот удар получился не до конца точным но это первый голевой момент первый голевой момент у факела и как мне кажется в принципе в нашем матче хороший Пухов хороший Ямлиханов после его подачи Перцев в прошлой игре гол забил где Перцев сейчас Ямлиханов разыгрывает мяч и подача штрафной от Неплюева эта подача находит игрока факела борьба очень много футболистов и вообще в принципе в такой ситуации ногами мяч обрабатывать практически никакой возможности нет потому что сразу тебя накрывает и сразу возможности лишает для того чтобы хотя бы на протяжении двух секунд поразмыслить пораздумывать над тем куда же потом мяч отправить на левом фланге салют очень хорошо подача штрафную попытка ударить поворотом головой Дегтев пытался извернуться словно резиновый человек из фантастической четверки не получилось у него это сделать и не получается у Пухова Корнеева обыграть Корнеев штрафную площадь грузит туда на Манаева Манаев поднимает голову к небесам и спрашивает у них почему и они настолько быстро для того чтобы на эту передачу открыться но вот так вот в этой ситуации получилось может быть следующее будет иначе Есипов очень активен на скамейке запасных скамейка запасных для него некое такое понятие условное потому что на эту скамейку он присаживается буквально на несколько секунд как раз на те моменты пока Даровских мяч в игру вводит как только этот мяч переходит к одним или другим полевым игрокам сразу же Есипов включается в игру не хуже своих футболистов а вот в пользу Белгорода близко к угловому удару этот угловой удар мы с вами увидим разыгрывает Бурыкин штрафную площадь навешивает и подбор за салютом передачи штрафную пенальти пенальти и спорить в этой ситуации сложновато потому что рука Неплюева была отставлена и эта рука оказалась преградой для передачи в штрафную площадь как не хотелось бы нам думать иначе но спорить с решением главного арбитра нету никаких причин Игорь Копленков главный из Москвы Игорь Копленков назначает пенальти ворота Даровских конечно же Денис Грибанов идет к точке 17-й против 35-го Грибанов против Даровских свисток разбег Даровских близок был Вячеслав к тому чтобы отразить этот 11-метровый удар но не случилось 1-0 салют впереди угадал угол в который направлял мяч Денис Грибанов Вячеслав Даровских но не хватило буквально совсем чуть-чуть совсем немного из этого чуть-чуть и немного и состоит футбол Денис Грибанов четвертый мяч в этом сезоне ворота Факела и уже 15-й в этом чемпионате Факелу не привыкать отыгрываться мы с вами вспоминали несколько раз сегодня уже игру прошлого тура где дважды Факел сумел счет сравнять и выйти вперед даже поэтому по факту ничего не изменилось необходимо создавать момент необходимо понадежнее играть в обороне а то что случилось в предыдущем эпизоде это случайность никакой ошибки не было но бывает что мяч попадает в руку вот здесь именно попал мяч в руку Мамкин Грибанова упустил возвращается Мамкин в эту борьбу и возвращается Белгород в чужую штрафную Манаев угловой удар а если бы все мало 1-0 команда выигрывает казалось бы неплохо было бы довести первый тайм до логического завершения сохранить то преимущество которое есть 1-0 почему бы и нет но Валерий на скамейке запасных говорит что необходимо быстрее работать с мячом и в принципе быстрее игру вести передать штрафную эта передача была точной только условно потому что играть в этой ситуации худобка не было абсолютно никакой возможности поэтому Даровских в очередной раз будет водить мяч от ворот концовка первого тайма резюмируя то что происходило в первые 45 минут давайте скажем о том что в принципе игра по своему содержанию противостоянию абсолютно равное может быть больше подходов и намеков на опасность было у гостей но вспомните момент Пухова который мог завершиться голом без всяких лишних вопросов не случилось и две желтые карточки в составе факела ну и пенальти который был заработан совершенно случайно это момент реакции сумеешь ли ты руку убрать или нет огромный вопрос я думаю что никакого злого умысла в этом действии не было но есть еще три с половиной минуты для того чтобы в первом тайме счет изменить Персов рвется к штрафной площади гостей и не зарабатывает ровным счетом ничего Цегулев от ворот обратите внимание уважаемые друзья на расстановку футболистов факела при розыгрыше Цегулевого мяча от собственных ворот очень высоко пытается прихватывать центральных защитников поняв это Артем Цегулев будет отправлять мяч туда к центру поля Дегтев борется с Емлихановым и в итоге эта борьба заканчивается тем что Доровских снова с мячом Доровских наверное самый часто встречающийся с мячом в первом тайме игрок факела Сафронов Калугин не добежал до точки откуда бы можно было вступить в эту борьбу Бурыкин Бурыкин на Грибанова Грибанов на фланг постоянно смещается хотя по расстановке можно было предполагать что он будет играть в паре с Дегтевым нападающим но абсолютная свобода действия у Дениса Семейкин Мейкин в глубину атаки своей команды продвигается на Басову передачу выполняет Басов штрафную площадь Емельханов махнул мимо мяча Мастеров еще раз штрафную скидка уже близко к тому чтобы момент мог стать неприятным для Даровских но в итоге вынос борьба Перцев запускает Пухова в этот спринт и Пухов прочувствовал ситуацию абсолютно правильно действовал Роман но пас оказался от Семейкина настолько точным что зацепиться за возможную ошибку соперников не получилось у семнадцатого номера хозяев нарушение на Мамкине Грибанов воткнулся в шестьдесят первого номера факела и Сафронов разыгрывает этот штрафной но по позиции Крюков должен это делать Крюков также очень здорово владеет первым пасом широких не удалось ему отобрать этот мяч Калудин в этой в этом элементе поудачливее но мяч отобрал да за боковую упустил очень плавающая схема у белгородцев постоянно меняются футболисты местами посмотрите Грибанов сейчас был на фланге как казалось защиты оставил мяч партнеру и убежал туда ближе к чужой штрафной а центральный защитник мастеров игру это возобновлял из аута на фланге на фланге Это Бабенкова помощь оказывали, может быть, максимум минуту. Попытка на Калудина сыграть. Калудин за мячом наблюдал только издалека. Перехват в Воронежцев. И в итоге мяч к центру поля отскакивает. Да отскакивает он к игрокам Салюта. Снова Грибанов. Грибанов играет на партнера. Этим партнером оказывается Манаев. Манаев, но уже успел факел вернуться и контратаки не получится. В контроль переходит Салют. Манаев открывается под Грибанова. Но это открывание завершается свистком на перерыв. Отдых, уважаемые друзья. Отдых в течение 15 минут, после которого нас ждет тайм под номером 2. 1-0 в пользу Салюта. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Андрей Крюков составляет пару центральных номер 18, Кирилл Елагин также в защите номер 29, полузащита Роберт Емельханов номер 26, капитан команды Илья широких игру начинал, Николай Красов его на поле поменял и теперь он будет тем футболистом, который будет искать варианты к воротам соперников. Далее Дмитрий Калугин, 70, Роман Пухов номер 17, Дмитрий Неплюев номер 5, Иван Перцев, как кажется, единственный нападающий, но возможно варианты с изменением расстановки, Калугин может открываться впереди, может Пухов выбегать на острие атаки. Номер 27, главный тренер команды Сергей Владиславович Сопнев и у школи пошла такая у нас с вами игра с заменами, давайте сразу назовем и резерв той и другой играющей сегодня команды. Денис Дрожин, запасной воротарь, факел Воронеж, Николай Красов, 54, на поле появился Александр Стыцкого, 71, Никита Поляков номер 36, Олег Кирдот, прошу прощения, 20, Артем Сафронов, 37, также уже на поле вышел. Евгений Кушталов, 57, на правом фланге факел, на правом фланге Неплюев, и Неплюев здорово убирает соперника в штрафную площадь подачи, Пухов был адресатом этого паса, но адресат посылку не получил. Угловой удар. Хороший заход, хорошее появление в штрафной площади и розыгрыш углового удара. Пухов снова есть возможность сыграть этот мяч, но эта возможность оказывается нереализованной. Закончим с запасом. Евгений Кушталов, 57, Тимур Бабенков, номер 97, Константин Ковалевский, 55, и Алексей Ряпинский, номер 31. В составе салюта, пока мы не видели изменений со скамейки, поэтому тот запас, который был в первоначальной заявке, таковым на данную секунду и остается. Артем Герасимов, запасной вратарь, Кирилл Плотников, номер 2, Денис Желмосных, 5, Евгений Морев, номер 13, Кирилл Гордеев, 14, Михаил Кучерявченко, номер 8, и Никита Ершов, номер 11. Главного арбитра, я вам представил, помогает ему сегодня Максим Богдановичу, также из Москвы, как и главный арбитр, и Кирилл Червоткин, город Санкт-Петербург. Абсолютно столичное сегодня у нас судейство, и судейство Московское, и северная столица к нему подключена. Также, в принципе, по работе арбитров вопросов никаких быть не может, ситуация с пенальти была довольно классическая для современного футбола, именно для этого сезона. Такие пенальти мы с вами видим чаще, чем, мне кажется, за предыдущие все 30 лет, что я футбол наблюдаю. Перцев в штрафную вырывается, Перцев оставляет его себе, но борьбу в итоге проигрывает Бурыкин, подхватывает мяч и пытается через передачу в нападении выйти. Получается это сделать, и нарушение правил фиксирует главный арбитр сегодняшней игры Игорь Копленков. Разыграл салют через Корнеева, это штрафной удар, Семейкин. Говорил я уже в первом тайме о том, что очень вариативная схема у Валерия Есипова и разные функции, довольно непривычные для обычного такого взгляда, выполняют некоторые футболисты. Например, Мастеров играет центральному защитнику, постоянно выбрасывает аут. Это, согласитесь, не самая стандартная ситуация, поэтому есть вариант, когда Грибанов оттягивается на место опорного полузащитника. Бурыкин постоянно меняет свою позицию, но это работает в том смысле, что салют пока впереди. Корнеев на Семейкина, Семейкина Мастерова, Мастеров снова с Семейкиным сыграет, и открывание необходимо уже на правом фланге. Семейкин сам на чужую половину поля продвигается, Сафронов абсолютно один, и точную передачу выполняет на Калугин, и Калугин направо. Калугин переместился на место широких, насколько я по этой ситуации увидел. Будем дальше наблюдать за тем, как расстановка факела изменилась с выходом Красова, но Цегулев в этой ситуации одинок. С мячом встретился, друг друга поприветствовали, они в атаку свою команду отправляют. Длинная передача вперед. Эта передача находит Бурыкина. Бурыкин чуть назад, снова Бурыкин, Корнеев, Семейкин предлагает себе, а предложение принято. Семейкин направо, Басов, штрафную площадь. Даровских на выходе неуверенно играет Вячеслав, но в итоге все заканчивается тем, что Даровских длинную передачу вперед в сторону Перцева выполняет. Цегулев первый на этом мяче. Даровских на выходе сыграл не самым надежным образом, благо, что тот рикошет, который случился, случился в его же руки. И Вячеслав Даровских сейчас в режиме онлайн со скамейки запасные какие-то комментарии по данному эпизоду получил. Понимает сам Вячеслав прекрасно, что можно было сыграть спокойнее, понадежнее. У нас момент заигран, обратили внимание, я думаю, что на тот и нужны эти игры с Афронов в надежной штрафной площади для того, чтобы в том числе и такие моменты в игре голкипера устранять. Это опыт игры в ПФЛ, это прежде всего опыт. И опять же, Вячеслава Даровских совсем немного лет грибанов вне игры. Салют этот сезон начинал с огромными надеждами на выход в ФНЛ. Были поставлены задачи, было финансирование соответствующее, были определенные надежды у всего футбольного сообщества Белгородской области. Но все как-то не сложилось, хотя на протяжении практически большей части чемпионата на первом месте салют шел. И потом неудачная серия из трех-четырех матчей, поражение. И на данный момент салют претендовать на выход в ФНЛ не может, зато Грибанов может претендовать на звание лучшего бомбардира. Передачу штрафную 2-0. Дегтев. Классно разобрался Грибанов в первую очередь. Передачу на Дегтева исполнил шикарную. И Дегтеву ничего не оставалось сделать, как зажечь двойку на табло стадиона Локомотив. Грибанов, Дегтев. Та самая пара нападающих, которые друг друга понимают с полувзгляда, с полуслова. Забивает и отдает очень много в этом сезоне. Грибанов 1-1. Дегтев. Первый забитый мяч в сегодняшнем матче. Денис Дегтев пытается догнать своего партнера по нападению в гонке бомбардиров заочной клубной. 14-й мяч Дениса Дегтева в сезоне. Для Факела абсолютно ничего не меняется. Никоим образом задача та же самая забивать мячи и понадежнее играть в обороне. Грибанов между центральных защитников рывается борьба. Это выиграно Елагиным. И через Даровских попытка начать атаку. Да, Калугин сместил центральную зону. Красов теперь слева в полузащите в атакующей линии. Снова момент. Худобка прощает Факел прямо сейчас. И необходимо прийти в себя команде. И прийти в себя в первую очередь с защитной линией и опорным полузащитником Факела для того, чтобы подобных ситуаций не допускать. Замену в составе Факела Елагин поле покинул на его место. Давайте посмотрим сейчас определенные перемещения по полю идут. Мамкин смещается на левый фланг. И посмотрим, кто займет место на правом фланге обороны. Крюков. Крюков с Калугиным. Калугин точно в опорной зоне с Емельхановым. Это уже вопрос решенный. Мамкин слева. Хорошая передача на Красова. Красов против него сразу двое. Красов сделал, наверное, максимум, чтобы было возможно в этой ситуации. Мяч сохранил. Мамкин из-за боковой. Красов пытался сам аут разыграть. В итоге оказался адресатом этой передачи. Из-за боковой классно он нашел этим пасом партнера. В итоге Перцеву не удалось за мяч зацепиться. 57-я минута. 2-0. Салют впереди. Мяч Грибанова в первом тайме. Добавка Дегтева в тайме втором. И, как следствие, 0-2 к началу второй половины. Нарушение правил Емлиханов. Емлиханов специалист по получению желтых карточек. Позиции обязывает. И для того, чтобы атаки соперника останавливать максимально эффективно, иногда приходится правила нарушить. И эти правила игры в футбол. Иногда наказываются и с желтыми карточками. Белгород с огромным настроем на вторую половину вышел. Такое ощущение, что им необходимо отыгрываться. Отворот Грибанов удивлен, но решение принято. Даровских, ну а вот теперь можно и поторопиться, потому что оборонять абсолютно нечего. Результат 2-0, 3-0, 4-0, разницы нет. Никита Поляков появился вместо Елагина. Спасибо большое диктору по стадиону. Подсказку он осуществил и стало нам жить легче и радостнее после этого. Поляков один из первых выборов. Сергея Владиславовича Сопнева именно со скамейки. Очень часто выходит Поляков. Классные от Манаева вариант развития атаки. Перехватывает центральный защитник Факела. Дегтев разворачивает атаку направо. Басов подключается. Басов уже близок к тому, чтобы подать прямо в руки Даровских. Даровских снова на Персова. Пухов уже в одну линию с ним играет. Персов двигается к сопернику для того, чтобы не дать ему возможности развернуться, спокойно себя почувствовать. Мяч штрафной площади Факел. Удар поворотом выше. Даровских теперь вот такой вариант мы видим. В первом тайме только выбивал. Теперь пытается через пас играть. Неплюев опустился право в защиту. Вот то, что мы видим по этой ситуации. Поляков в центре полузащиты с Емлихановым. Калугин в атакующей тройке. Вот такие перестроения Сергей Сопнев для нас придумал. И мы с ними разобрались. Спасибо большое, Сергей Владиславович, что не даете нам скучать. Мамкин слева. Неплюев справа. Крюков и Сафронов в центре. Поляков и Емлиханов в центре полузащиты. Ну и получается, что Красов, Калугин, Перцев и Пухов – это четверка креативных атакующих игроков. Красов теряет мяч. Красов пытается мяч вернуть. Нарушение правил зарабатывает. Возможно, желтое будет показано. Грибанов не спешит. И судья его призывает продолжать игру. Пришел в себя Басов. Худобков в штрафную площадь забрасывает мяч. И Емлиханов подальше от штрафной. Его отбивает Красов. Не удается, мне кажется, Николаю в полной степени войти в игру, как то мы привыкли видеть. И вот желтая карточка, как венец моего умозаключения. А, вот в пользу факела. Крюков. Точная передача оказывается. Красов. Атаку можно разгонять, потому что перед ним есть свободное пространство. У Красова есть скорость. Все сошлось в эту минуту. Мамкин. Подключение не получилось с продвижением. Но как игрок он в этой атаке задействован. Красов, Напухова, Поляков. Что-то пытался придумать. Чего мы не узнаем. Калугин, есть Неплюев, есть Емлиханов рядом. Красов. Но это уже похоже на позиционную атаку. И эту позиционную атаку Красов заканчивает неточной передачей в штрафную площадь гостей. Полчаса до конца игры. Полчаса и 2-0 в пользу Салюта город Билдер. Начал я рассказывать о том, с каким настроем и с какими целями Салют в этот сезон вступал. Но вот знаете, что обратил на себя внимание при моем изучении команды в этом сезоне? У команды сменилось 3 тренера. Вы представляете, 3 тренера. Причем все эти изменения были не всегда понятными для обычных футбольных болельщиков. Он готовил команду к сезону Владимир Кулаев. Он приступил к работе в марте 2020 года, в августе. Его сменил Олег Сергеев. Олег Сергеев довольно успешно работал и готовил команду в Кисловодске к рестарту чемпионата, ко второму кругу. В итоге, прямо перед стартом второй половины сезона, Сергеев команду покинул, как было написано на официальном сайте, по семейным обстоятельствам. И был приглашен Валерий Есипов, имеющий опыт выхода, вывода команд из ПФЛ в ФНЛ. Но потом случилась вот та черная полоса в игре Салюта. И как следствие, сейчас команда по факту задач уже никаких турнирных не решает, потому что выход Металлурга делал практически решенный. Даровских штрафной площадью 3-0. Но перед этим было зафиксировано нарушение правил. И гол засчитан не будет. Да он уже не засчитан. Вот такая вот метаворфоза с Салютом из Белгорода. Хотя команда-то с большим опытом выступления ФНЛ. Мы все прекрасно помним эти матчи с факелом. Да и в принципе Белгород – это город очень добротный, красивый. Чего ж там греха таить. Не бедный по меркам российских городов с таким населением, как Белгород. А там, мне кажется, 1350-1400. И вот футбольная команда, играющая как минимум ФНЛ, мне кажется, там бы не помешал. Но пока не получается. Не получается. Сезон неоднозначный для команды. Вроде бы и команда неплохо выступает. И очков набрали достаточное количество. Но главную задачу и, мне кажется, главную мечту белгородских болельщиков осуществить уже не удастся. 65-я минута. Белгород в этом матче добивается пока максимального для себя результата. Но у «Факел» есть еще 25 для того, чтобы все поменять. И в штрафной площади мяч удар по воротам. Цигулев впервые во втором тайме вступает в игру. Артем не застоялся, не уснул. Все контролировал. Угловой удар. Разыграл «Факел». Мы сегодня видели уже такие варианты развития событий после стандартных положений. Классно на перехвате играет один из игроков «Факела». Сейчас не могу сходу сказать, кто это был. Но по силуэту, похоже на Пухова, мяч он забрал, просто не церемонясь с соперником. Точной передачи сделать не получилось. Цигулев. Вспышка от «Факела» в эту минуту зафиксирована. Но на самом деле история со счетом 2-0, она знакома абсолютно всем любителям футбола, любителям игры в футбольные симуляторы, потому что каждый раз коммендатор нам говорит, что самый нелюбимый счет «Фабио Капелло» – это счет 2-0. И история стара как мир, но это правда, абсолютная. Манаев в штрафную площадь передачи, Дегтев разворачивается уже без мяча. Неточный вынос, скорее всего, получился у защитников «Факела». И Манаев возвращается для того, чтобы мяч забрать. Пасов в игру не вступает, вступает в игру Емлиханов. Поэтому счет 2-0, он такой еще абсолютно нет теряющей надежды. А вот теперь могло стать немного больше. И в сторону «Салюта» опять же. Дегтев не реализовывает 99-процентный момент. Попытка вывести Перцева 1 на 1 завершается перехватом. Корнеев, Басов предлагает ширину атаки через себя. Манаев, мне все-таки кажется, что ромбом играет в центре полузащиты «Салют». И Манаев не играет классического флангового полузащитника. Он ближе к центру смещен, он ближе к Корнееву. А вот ширину атаки создает как раз Басов и его визави по противоположному флангу. Здорово «Салют» контролирует мяч. Классно продвигается и теряет в простейшей ситуации Семейкин. Будем считать, что это был жест фэйр-плея. Дает возможность он своему игроку медицинскую помощь получить. Но мне кажется, «Факел» возвращать мяч сопернику не будет, потому что не было такого однозначного варианта с тем, что Семейкин именно выбивал за боковую, а не пытался на Басову передачу сделать. Поэтому все, молодежь «Факела» делает правильная передача. По мысли тоже неплохая. Аут. Бухов. Призывает Сергей Сопнев выше подниматься и Мамкину, и даже Крюкову. Тем самым оставляет Грибанова. Они на линии центра поля совершенно одного. Это может быть опасно при потере. Неплюев. Неплюев, конечно, в прошлом матче знатный гол положил. Очень был доволен собой. А сейчас есть возможность пробить поворотом у Красова. Но передачу он находит в штрафную площадь. Снова Красов. Обработка мяча. Поляков. Поляков. Неплохо. Но у Неплюева в прошлом матче против Знамени получилось намного лучше со штрафного. Он заколотил, конечно, знатный голешник. И после матча получил определенную порцию славы для себя. И этот гол вы можете найти в обзорах на просторах Ютуба. Еще один интересный статистический момент. Я вообще не особый любитель статистики. Но вот эта цифра меня заинтересовала. Лучший бомбардир молодежки факела Калугин и Перцев забили по 4 каждый. Лучший бомбардир из Салюта Дегтев и Грибанов забили 15 и 14 соответственно. Цифры прям такие вызывающие. Но и на разных полюсах в таблице находится команда. Мамкин. Опять проблемы с обработкой. Манаев от Красова получает по ногам. Но не получилось откровенно у Красова в эту игру пока войти и проявить свои лучшие качества. Пока запоминается Николай только вот этими нарушениями и желанием борьбы. Желтая карточка уже есть у 54 номера. Вторая станет красной. Поэтому очень аккуратно необходимо Красову действовать. На Дегтеву передачу Дегтев стоя даже без прыжка играет. И Емельханов на подборе. Красов. Красов. Сохранить мяч. Сохраняет Николай. Вот это хорошо. Ой, классную передачу на Полякова. Нет, это Калудин. Калудин еще нанеплю его дальше. Атака раскрывается и нарушением правил останавливает ее салют. Калудин с Поляковым. Похоже по силуэтам. Но Калудин, конечно же, повзрослее, помощнее, поматерее. Показалось на секунду, что именно Поляков это был. Но Калудин меня в этом переубеждает. Емельханов в штрафную площадь, почему бы и нет. Пока центральные защитники не появляются в штрафной. Но вот Сафронов, я вижу, потихонечку, полигонечку вместе с Крюковым себя обозначают там. И все готово к тому, чтобы мы увидели подачу. Емельханов на Цегулево. По-прежнему нет замены в составе гостей. По-прежнему обходится спустя 71 минуту с начала матча Валерий Есипов. Теми игроками, которые начинали этот матч. Корнеев. Семейкина. Бурыкин предлагает ширину этой атаки. Бурыкин получает мяч. И Дегтев пошел открываться между двух центральных защитников. Еще дальше следует передача. Грибанов уже между фланговым и центральным открывается. Это тоже интересный момент. Еще одна подача Мамки. Но не дотягивается до мяча. А Бурыкин удар сделать акцентированным не смог. Не плюев. Ошибается. Не плюев. Возвращаться необходимо. А сил уже не так много, как в начале игры. Манаев в штрафной площади. И Манаев зарабатывает угловой удар для своей команды. Интересно наблюдать за перемещениями игроков в составе салюта. Манаев, Бурыкин, Дегтев, Грибанов. Корнеев, наверное, в большей степени с худобка привязанных к своим позициям. Один опорный полузащитник, другой играет плеймейкера. А вот Манаев с Бурыкиным уже всю голову закружили полузащитникам факела. И постоянно все в новых и новых зонах они появляются. Хотя количество их ограничено. Угловой удар. Подача высокая. Следует на худобка. Худобка подстраивался под мяч. Но теперь только от Корнеева передачу получить у него получится. Худобка на фланге. Худобка поднимает голову. Раскручивает соперника. Худобка снова с Корнеевым. И снова Худобка. Но теперь можно тон комментирования немного поуменьшить. Потому что мяч в штрафную Грибанов. Грибанов угловой удар. Казалось, что атака уже не будет иметь острого продолжения. Но Худобка это продолжение отыскал в лице Грибанова. И в штрафную площадь Грибанов открылся. Самоотверженная игра Сафронова атаку остановила. 17 минут до конца матча. 2-0 в пользу Салюта. 2-0 в пользу Салюта. Грибанов и Дегтев. Отличили в сегодняшнем матче. Бурыкин отправился подавать угловой удар. Манаев рядом с ним для розыгрыша. Но Бурыкин в итоге подачу выполняет. Доровских должен легко, беспощадно мяч забирать. И раскрыться атака должна. Но не разбежались так, как необходимо для той самой быстрой атаки футболиста Факела. И даже сейчас, спустя 10 секунд у Доровских особо вариантов для того, чтобы мяч партнерам отпасовать не было. Манаев ошибается. Емельханов в борьбе хорош. И против Емельханова в эту борьбу вступали не по правилам. Особо вариантов с изменением игры со скамейки у Сопнева не осталось. Потому что вышел Красов, Поляков и Сафронов. Что-то еще изменить, мне кажется, уже не получится. Замена в составе Салюта первая в сегодняшнем матче. И поле покинул Бурыкин. Сейчас услышим объявление по стадиону, кто же его заменил. Крюков играет Сафронова. Дегтев прессингует, заставляя Сафронова разворачиваться лицом к собственным воротам. Крюков. На Доровских и Доровских. Центр, Поля. На Пухова. Пухов. Снова Пухов. Есть пространство перед ним. Пухов двигается с мячом. Но вот эти передачи в Травную площадь сегодня я не могу вспомнить буквально ни одной, которая была бы на 100% точна. Ямлиханов. Мамкин предлагает себя передачи неудобной для обработки, а тем более для продвижения дальше туда, к угловому флажку. Поэтому мяч из аута вводит факел. Ямлиханов. Калугин. Снова не точно штрафную. Неплюев. Пухов. Евгений Морев. Номер 13-й сменил Станиславу Манаеву. То, что Манаев поменялся, это мы с вами заметили. А вот Морева не разглядели. Но все на своих местах с этой минуты. И Морев в игре Манаев отдыхает. Манаев понравился. Дегтев. С Корнеевым играет. И ширину атаки Дегтев предлагает. Просто пульнул туда. В зону, где должен был как раз Морев. Свежий Морев разгоняться. Но Мамкин хоть и набегался уже. В скорости ему не уступил. Ямлиханов в центре. Хороший заброс на Пухова. Пухову не хватает. Не знаю. Может быть длины ног. Может быть длины шага. Для того, чтобы эту атаку завершить ударом. Поворот. Цикулев торопиться никуда не будет. Я думаю, что автобус, который везет салют домой, уходит не по расписанию, а по окончанию игры. Да тем более, что 90 минут, которые отведены на этот... Этот матч 90 минутой и завершатся. Плюс то, что добавит арбитр. Вряд ли арбитр добавляет за затяжку времени голкиперу. За замены, да. За выход медицинской бригады, да. За то, что не спешит Цикулев с вводом мяча в игру. Ну, вряд ли. Тем более, дополнительная есть для вратаря белгородцев мотивация сохранить свои ворота вне прикосновенности. Семейкин помогает ему в этом на протяжении всего матча. А сейчас на секунду дал усомниться в собственной надежности. Скидка получилась не самой точной. Калудин. На Неплюева, Неплюева. Подать штрафную точно должна быть? Нет точности этим кроссом сегодня. Да почему же? Почему же так происходит? И забег Грибанов просто как на мотороллере. Улетает Асафронова, но... Постраховка работает. Дуровских подарок какой? Нарушений правил нет. Вставать предлагает Грибанову. И слава богу. Потому что если бы нарушение зафиксировали, это могла быть карточка красного цвета. Пухов. Классно, Пухов. Красов, рывайся в штрафную. Почему не пошел Красов? Решил с Пуховым сыграть. Емельханов. Мамкин поднимает две руки вверх. Говорит, что готов сыграть. Но Емельханов опять вот эти вот забросы в штрафную использует. И снова они игроков факела не находят. Может быть и не было возможности у Николая Красова врываться в штрафную площадь. Может быть я выдал желаемое за действительное. Но по той точке, на которой я нахожусь, казалось, что можно попробовать. Как минимум можно было попробовать. Не стал пробовать. Николай Красов сыграл с Пуховым. И ситуация в итоге оказалась без опасных моментов. Еще одна замена в составе Салюта. Уходит с поля седьмой номер. Это никто иной, как Бурыкин. Бурыкин поле покидает. И вместо него на поле появляется совершенно свежий футболист под пятым номером Денис Желмасных. Итак, Кирилл Бурыкин поле покидает. Денис Желмасных на нем появляется. У факела также готовятся замены. Десять минут остается до конца матча. Десять с небольшим. До конца основного времени. Ошибается факел при выходе в атаку. Мастеров играет на Цегулева. Семейкин становится следующим в этой атаке. Морев. Морев против Красова. Красову правила нарушать нельзя от слова совсем. Красов. Красиво. Емлиханов. Пробежаться можно и Роберту. Роберт бежит. И передача неплохая. И пропуск мяча на Пухова. И Пухов уже в штрафной. И Пухов поворотом бьет. Блок этому удару. Ну и для того, чтобы атака салюта не началась, нарушение правила от 26 номера капитана команды Роберта Емлиханова. Не плюй в поле покидает. Александр Стыцко. На нем появляется замена в составе Факела. 71 номер. Александр Стыцко на правом фланге обороны будет доигрывать этот матч. Александр Стыцко частенько появляется на замену, но уже в концовках матча. Так, чтобы ему дали 20-30 минут крайне редко бывает. Сыгулев. Чужой штрафной будет на Дегтева передачу выполнять. Дегтев вступает в борьбу. Сафронов против него. Дегтев выигрывает. И на Желмасных первое касание Дениса в этом матче. Ускорение по левому флангу. Ивантеев. Хороший для Грибанова шанс слета пробить. А вот теперь хороший шанс в атаку у Пухова убежать. Красов по правому флангу подключается. Но Пухов куда эта передача? Роман. Пожалуйста, напиши мне в личное сообщение что ты задумал для того, чтобы у меня не осталось вопросов. Мне кажется, конечно же, на Перцева пытался сыграть Пухов. ну просто не исполнил. Цегулев. Нарушение правил. потому как двигался к этой ситуации главный арбитр могло показаться что желтую он пытается продемонстрировать но не стал этого делать. И еще одна замена в составе факела. Евгений Кушталов 57-й на поле выходит а меняет он Дмитрий Калугин номера 70-го. Или Тимур Бабенков. Честно признаюсь 57 и 97 меня сливаются далековато все-таки нахожусь Бабенков. Сейчас когда будет объявление по стадиону разберемся окончательно но теперь уже ощущение что не Кушталов а Бабенков в поле насытили собой аут пользу салюта салют очередные три очка в этом матче на данную секунду набирает и этих очков у них станет 54 это конечно же очень достойно но опять же главную задачу на данную весну они не решают весну и лето конечно же выход ФНЛ отложен до следующего сезона если в принципе такая задача будет стоять атака факела последней передачи не хватает сегодня как вы считаете уважаемые друзья вот к штрафной факел подбирается довольно систематично то есть часто мы видим футболистов молодежки там уже на поступах к штрафной но потом решений правильных крайне мало или следует кросс который в итоге оказывается неточным либо попытка сыграть через вот такие вот короткие передачи на ход но тоже ни одной ситуации которая привела бы к стопроцентному моменту кроме первого тайма когда Пухов выскакивал на этот прострел мы с вами вспомнить не можем сводит ногу у кого-то из игроков Салюта в штрафной площади своей же команды и я думаю что не составит никакого труда Валерия Юсипова игрока поперечь и поменять его на концовку этого матча тем более что замена еще для команды возможна Владимир Мастеров поле покидает пока на несколько секунд возможно еще вернется но посмотрим какое решение в итоге главный Салюта примет Цеглев нам показывает сериал под названием маленькие футбольные хитрости серия 382 сезон 10 обязательно спрашивают у арбитра когда остается немного времени твоя команда лидирует с какого места необходимо мяч в игру ввести я думаю что если бы Салют играл в ничью или проигрывал Цеглев бы разобрался самостоятельно а вот здесь без помощи арбитров обойтись не смог неточной передачи на Морева Семейкин просит прощения у 13 номера своей же команды Красов падает Красов должен подниматься потому что Морев с мячом на Грибанова передача Грибанов пенальти мы увидим еще один в сегодняшнем матче подкат против Морева оказался слишком грубым Сафронов Сафронов правило нарушил и сам Морев пойдет этот пенальти исполнять не самая стандартная ситуация хотя часто мы такое видим не любят этого тренера когда тот кто заработал идет выполнять но часто футболисты на это идут море против Даровских Даровских 3-0 футболисты если не черные если то серая полоса у Артема Сафронова после удаления от в матче с Сатурном вышел на поле впервые заработал пенальти я бы не сказал что ситуация была такая где можно было без нарушения правил обойтись возможно была у Артема надежда на то что он сыграет мяч без воздействия на игрока соперника но как итог желтая карточка пенальти 3-0 по делу ли матч сегодняшний развивается как мне кажется да белгородцы все таки были по активнее и понастырнее в атаке но на гол факел наиграл вот мое мнение и этот гол можно еще забить есть еще минуты для того чтобы разыграть вот например так Мамкин штрафную площадь кто замыкать будет пока никто не замкнул но будет еще подача с углового замена в составе гостей Денис Грибанов поле покидает номер 17 отправляется отдыхать сегодня сделал результат организовав первые два мяча первый забив самостоятельно во втором случае ассистировал Денис своему партнеру Дегтеву и теперь с чувством выполненного в полной мере долго уступает место свежему партнеру факел угловой подает хороший навес на Перцевых удобка мяч выносит и аут будет факел исполнять Михаил Кучерявченко вышел я на официальный сайт клуба заходил из Белгорода и Кучерявченко своей прической полностью подтверждает свою фамилию Крюков аккуратно надо играть потому что Кучерявченко свежий может и пожестче ногу поставить может потерять мяч в такой ситуации любой защитник в том числе и Крюков но в итоге пытается он атаку своей команды Крюков начать не вышло теперь Емлиханов на перехвате Емлиханов сохраняет мяч Емлиханов мяч теряет разводит руками но нужно ногами сейчас бежать в собственную штрафную площадь потому что Морев ускоряется Морев продолжает контролировать мяч Морев падает это совсем не 11 метровый и Морев прекрасно это понимает Морев хорошо вышел Емлиханов Емлиханов Бубенков Бубенков впервые как мне кажется мяча в этой игре коснулся на Перцева у Перцева есть возможность для того чтобы подумать как атаку продолжать Перцев штрафную площадь но снова нету адресата да что ж такое где те футболисты которые должны подставлять свои части тела и переправлять мяч в ворота 90 минут подошли к концу и угловой удар снова у факела но есть есть еще шансы для того чтобы счет поменять замен в составе салюта в эту паузу проходит но это такая уже тактическая игра я думаю что возможность просто отметиться здесь на поле локомотива вряд ли какие-то варианты перестроения мы сейчас увидим салют 11 номер на поле появился это Никита Ершов поменял он Дениса Дегтева капитана команды который сегодня также отличился забитым мячом Сафронов перехват от Белгорода Корнеев Корнеев переднюю линию сразу Жилмостных открывается в штрафной площади под левой себе убирает Жилмостных сохраняет мяч и передачу на Корнеева отдает не точно Емлиханов попроще здесь Роберту необходимо сыграть аут вполне себе сойдет и за боковой Худобка капитанская повестка теперь красуется на его плече Морев в борьбе Морев сохраняет мяч на Корнеева пасует Семейкин передачу передачу на Жилмостных исполняет Жилмостных продолжает эту атаку пасом штрафной а теперь ответ факела и разбегается факел и хорош Красов в этом рейде на чужую половину поля теперь решение правильно принять Николаю и решение суперское даже вот так я вам сленговое слово в эфир запущу но решение на самом деле было классно на этом все уважаемые друзья сегодняшняя игра подошла к концу 3-0 в пользу гостей 3-0 в пользу гостей остается заключительный домашний матч факела в этом сезоне 15 июня команда Сергея Сопнева встретится с липецким металлургом спасибо вам большое за внимание всего вам доброго любви здоровья вам и вашим близким спасибо за внимание пока спасибо 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 и спасибо 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 спасибо